Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Вот буквально 5 минут назад произошел у меня с мужем очень интересный разговор. Он уже выезжал, в общем-то, за габрюшечкой в сад и спрашивает, что это на тебе за свитер. А я ему, угадай, что это на мне за свитер. На самом деле, он не очень хорошо разбирается в моем гардеробе, потому что он вообще не очень хорошо помнит, что у меня там. И опять же, когда ты худеешь, когда ты повнеешь, но в моем случае, к счастью, я похудела. Вот на самом деле, определенная одежда смотрится на тебе совершенно по-другому. Иногда мой муж спрашивает, что на тебе за платье. Это платье уже там 10 лет у меня висит на фешилке, я его раз в год надеваю. И каждый раз меня муж спрашивает, что на тебе за платье. Так вот он спрашивает, что на тебе за свитер. А я ему, угадай, что на мне за свитер. А вот угадай, что на мне за свитер, как правило, в нашем контексте, вот у такого разговора означает, дорогой он, либо недорогой. Мой муж, в общем-то, посмотрел и сказал, Макс Мара. Я ему, нет, не Макс Мара. Потом он, следующая его реплика, на рынке купила. Я ему говорю, нет, не на рынке, Валентина. Поэтому вот этот свитер Махеровый, это Валентина, между прочим. Речь сегодня пойдет об очень интересном моменте. Я надеюсь, что многие зрительницы, кто смотрит стритстайл, это видео все-таки увидят и посмотрят, потому что я знаю, что иногда по заголовку, в общем-то, не все кликают, не все видео открывают. Речь пойдет о том, как итальянки, по большому счету, очень и очень недорого одеваются, очень и очень из недорогих вещей компонуют свои ансамбли. С одной стороны, в комментариях я часто читаю, что многие зрители считывают красивые ткани, качественные ткани, что одежда новая и так далее, и так далее. И это уже тогда, когда я начинала получать первые такие комментарии под своими первыми видео стритстайли, которые имели успех. Это видео, которое я начала записывать в начале этой осени, когда прежде всего появилась верхняя одежда, это были легкие плащи, возможно, какие-то легкие, без подкладочных пальто. Я стала получать комментарии, в том числе, о том, что ткани качественные. Да, по тканям видно, что люди, что называется, на эту одежду потратились. И было также очень много разговоров, в комментариях о том, что, наверное, другая зарплата у итальянок, наверное, другой доход. Соответственно, они могут себе позволить вещи более качественные. Но, дорогие мои зрительницы, я со всей уверенностью, со всей ответственностью могу сказать, что, наверное, 95% итальянок, которых я снимаю издалека, которых, возможно, я останавливаю, прошу попозировать, одеты в очень недорогую одежду. Либо одежда дорогая замиксована в таких пропорциях, допустим, 80% чего-то очень недорогого, прямо-таки с рынка. И, допустим, 20% действительно чего-то на что потратились. При этом я сейчас не беру сегмент сумок и не беру сегмент одежды, а точнее обуви. Я говорю только-только об одежде. И здесь очень важно понимать два момента. Первый момент, который действительно характеризует стиль итальянок в том, как они умеют одеваться, как они компонуют, как они миксуют одежду, как раз-таки этот момент очень важен для понимания, если вдруг мы хотим одеваться так же. Итальянки совершенно не боятся, итальянки совершенно не стесняются, и это совершенно не зазорно пойти и одеться на рынок. Более того, как человек, который иногда покупает на рынке, иногда не покупает на рынке, я на самом деле здесь не могу сказать, что должен быть какой-то баланс. Вот столько-то вещей куплено на рынке, а столько-то куплено в бутике, а столько-то, допустим, в масс-маркете. Нет. На самом деле замиксовать можно все очень и очень хорошо, но здесь очень важно понимать и принять ту мысль, которая, возможно, для модниц постсоветского пространства непривычно. А мысль эта очень проста. Одеваться на рынке не стыдно. Более того, рынок дает такую быстротечную моду и, опять же, вот эту возможность не просто насмотренности, то есть ты видишь очень много вещей, ты их трогаешь. Это гораздо больше поток модного, скажем так, сегмента, чем даже фаст-фэшн. И именно рынок, именно китайский рынок, либо то, что производится в Бангладеше и потом продается здесь, допустим, у нас в Италиях на самых обычных развалах. Ты видишь очень много, ты трогаешь руками очень много, ты очень много примеряешь. И цены действительно ниже, чем в масс-маркете. Масс-маркет давно уже вышел из категории недорогой одежды. Сейчас очень много покупателей по всему миру одеваются, либо пытаются одеться в масс-маркете, полагая, что это стоит несколько дешевле, в то время как масс-маркет уже давно не дешевая одежда и не дешевая обувь. Соответственно, когда мы начинаем обращаться к рынку, мы, во-первых, получаем эту фэшн-смелость, потому что, например, в моей жизни была такая ситуация с белыми брюками. Я из года в год одевалась в одной марке. На самом деле, вот только она была у меня в предпочтении, все остальные, что называется, выборочно, что-то я у них покупала. И я давно искала себе белые брюки. Но мы понимаем, что белые брюки, во-первых, не каждый сезон выпускают. А если выпускают, то, ну, возможно, привезут, вот конкретно в этот магазин, две пары, я не преувеличиваю. Если мы говорим о каком-то люксе, то это будут две пары белых брюк на сезон. Соответственно, если эти две пары брюк тебе не подошли по каким-то причинам, ты должна ждать свою пару брюк, скорее всего, даже не до следующего сезона, потому что в зимний сезон белые брюки, ну, крайне редко кто-то выпускает, а, соответственно, еще через сезон. То есть практически каждый год и только раз в год ты можешь надеяться на то, что свои идеальные белые брюки ты найдешь. И так касаемо всего своего идеального черного свитера, идеального белого свитера, идеальной юбки-карандаша, идеального платья, узкого платья, маленького черного и так далее. Если мы привязаны к одному магазину, тем более если это сегмент люкс, мы на самом деле не имеем возможности выбирать, не имеем возможности мерить, не имеем возможности носить и понимать те нюансы, которые будут характеризовать именно наш стиль. Мы не можем понять нашу длину, мы не можем понять нашу нужную узость юбки, брюки, платья и так далее. В то время как одеваться на рынке, как раз таки из-за того, что все-таки там одеваться на данный момент это самый недорогой сегмент, где мы можем купить одежду, это прежде всего практика, 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 чтобы понять, что нам идет, что нам нужно, что мы хотим носить, в чем нам комфортно. Поэтому совершенно точно могу сказать, что итальянок это очень характеризует, вот это не стеснение быть хорошо одетой с одной стороны, а с другой стороны сказать, да я на рынке все это купила. Итальянки не стесняются подходить к развалам, итальянки в них копаются, итальянки в них роются, итальянки уносят с рыночных развалов огромные пакеты. Соответственно, совершенно точно, вот это не стеснение, которое в том числе и дает вот эту фэшн-смелость, потому что фэшн-смелость приходит с многочисленными примерками, с многочисленным пониманием того, что да, вот это в общем-то неплохо, и также с насмотренностью. Поэтому это первый момент, который совершенно точно характеризует стиль итальянок. Ну и второй момент, он, в общем-то, вытекает из первого. Это совершенно точное мое утверждение, что итальянки не одеваются дорого. Я показывала пальто за 29 евро. Возможно, оно, конечно же, и не смотрится на 500 евро, это пальто. Но я вас уверяю, вблизи оно не смотрится и на 29 евро. То есть, вот если бы я это пальто на ком-то увидела, тем более в движении, когда одежда очень хорошо выглядит, я могла бы сказать, что да, какие-нибудь 200-300 евро за это пальто были заплачены. Если с такой недорогой одеждой замиксована все-таки достаточно качественная обувь, то что значит достаточно качественная обувь? Вот обувь качественная, она, как правило, будет действительно дорогой. Потому что сделать хорошо, сделать аккуратно, сделать обувь, которая не будет терять свою форму, на самом деле дорогая обувь, либо недорогая обувь, можно определить прежде всего в процессе носки. Будет она терять форму, и как она будет деформироваться? Недорогая обувь очень быстро деформируется. Так вот, представим, что все-таки достаточно качественная. Соответственно, достаточно дорогая область замиксованного с таким 29 евровым пальто, мы получаем действительно лук на все 100%. Прибавим сюда также, я рассказывала любовь итальянок, все-таки к дорогим сумкам. Это то, во что инвестирует итальянка. Потому что дорогую сумку ты можешь носить и зимой, и летом, в то время как дорогое пальто, скорее всего, только зимой. Либо дорогое пальто на подкладе, точнее, бесподкладочное весной, соответственно, и осенью. Потому что зимой все-таки требуется пальто на подкладе, бесподкладочное пальто холодное. Поэтому инвестировать в сумку для итальянки, это совершенно привычная мысль. Вот отсюда мы и получаем такие классные луки, про которые можно сказать, что да, точнее предположить, что да, у них бюджет больше, который они тратят на свою одежду. Но я много раз вам также показывала, когда стояла напротив зары, что, в общем-то, те же самые стритстайлеры, которых я встречала в других уголках, падают, потом заходят в зал. Так или иначе, уже очень многие зрители узнают тех же самых модниц итальянских, которые живут в Падуе, которые, да, не просто заходят в зару, они выходят с пакетами. Соответственно, здесь совершенно точно можно утверждать, что итальянки одеваются в масс-маркете, это да. Ну и опять же, я очень много показывала хорошо одетых итальянок, классно одетых итальянок, по которым, наверное, никогда бы мы не сказали, что они одеваются на рынке, как они, в общем-то, на рынке что-то себе ищут. Согласитесь, нет никакого смысла подходить к рыночным развалам и что-то там искать, что-то там перекладывать, если ты гипотетически не предполагаешь, что да, ты что-то найдешь, что да, ты что-то купишь. Поэтому, дорогие мои зрительницы, помимо того, что итальянок характеризуют действительно мастерское миксование цветов, мастерское сочетание длины, мастерское сочетание пропорций, действительно итальянки с малолетства живут в окружении прекрасных витрин, живут в окружении красивой архитектуры, красивого сочетания цветов. И все предрасполагает тому, чтобы у итальянок, да и у итальянцев тоже формировался действительно прекрасный вкус и в том, что касается умения одеваться, я совершенно точно могу сказать. Одно из моих самых больших и потрясающих для меня открытий здесь в Италии было как раз-таки понимание того, что для того, чтобы классно выглядеть, модно выглядеть, стильно одеваться, чтобы самой себе нравиться, не нужно покупать дорогую одежду и не нужен большой бюджет. Действительно нужна вот эта фэшн-смелость миксовать, пробовать, сочетать, не бояться ошибиться, не бояться, что кто-то подумает, да и ты сама себе признаешься, но сегодня ты, в общем-то, не очень угадала с длиной, с шириной, с цветом, с фактурой и так далее. Но, тем не менее, только это приводит, в общем-то, к пониманию того, как тебе хочется одеваться и к пониманию того, что да, сегодня ты одета действительно так, как тебе нравится, и ты одета классно. Поэтому, если вы живете в городе, где нет дорогих магазинов, магазинов, точнее, с дорогой одеждой, если вы просто не обладаете возможностью инвестировать и тратить на свой гардероб большие средства, помните, что итальянские модницы этого не делают. У многих из них есть возможность, и у многих из них нет возможности тратить большие деньги на свой гардероб, но при этом все они действительно классно выглядят. И не забывайте также о том, что зачастую самые хорошие, самые украшающие, самые идущие нам вещи, они уже были куплены и находятся, и уже находятся непосредственно там, где мы нашу одежду храним. Заглянем сначала туда, если что-то понадобится докупить, конечно же, да, прекрасно помните, что то, что мы покупаем, должно прежде всего приносить нам радость. На этом с вами обращаюсь, желаю всем быть на стиле, поймать свою фэшн-волну, прежде всего, если этого хочется. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.